Дядя Саша – это такой человек, который делает скворечники. Дело мастера боится. Александр Власенко в детском саду трудится не так давно, но уже успел завоевать любовь малышей и уважение коллег. Найти крепкого хозяйственника в коллектив – давняя мечта заведующего учреждения. С приходом рукаства уборщика территории все вопросы решились само собой. Мужчина тут же стал душой компании, помощником по хозчасти. Александр Николаевич действительно уникальный работник, он очень увлеченный, причем увлекается сам, хобби у него интересное, но еще увлекает всех детей коллектив. Благодаря ему мы знаем, что весной прилетают птицы, начинается пение, к детским голосам добавляется пение птиц. Пения в этом саду действительно много. На территории количество скворечников сложно перечитать. Да что уж там, по всему Бобруиску развешаны работы мастера на все руки. Готовая партия для могилевского засада ждет отгрузки. А началось все с роликов в интернете. Хобби для занятия для души, часть моей работы, потому что если ты работаешь в садике, дети должны понимать пение птиц, отличать ворону от сороки, ну и от курицы тоже, и синичек они должны знать, что их много видов. Воспитанники детсада хорошо знают ремесленника. Дядя Саша, как ласково они его называют, не просто облагораживает территорию, но и дарит детишкам незабываемые эмоции. Из юга прилетают скворцы, чтобы поселиться в скворечниках. И если бы дяди Саши не было, то скворцам не было где жить. Само производство птичьих квартир мужчина наладил в собственном гараже. Уникальность его творений в так называемой монолитности. Большая часть домика из цельной древесной колодки. Здесь же целый арсенал инструментов. Раньше по неопытности на один элемент уходило несколько недель. А теперь хватает и пары часов. Необъятная душа. Занимаясь хобби, Александр Власенко нашел призвание. А теплота, с которой он погружен в работу, распространяется на всех, кто рядом. Роман Костяков, Максим Калинин, Бобруйск, 360.